Всем доброе утро! Продолжается у нас ветреная погода уже несколько дней. Обычно ветер как раз-таки может неделю держаться, потом утихает. Самое забавное, что вечером-то ветра нет, вечером очень тепло. Сейчас у нас плюс семь, но из-за вот такой погоды очень, конечно, холодно. Ориентируемся мы вот по этой бочке, по нашей. Лёд практически уже растаял, уже вода, но, как вы помните, вот когда она замерзает, тогда это уже всё, эта холодина несусветная. Вот что интересное могу я вам рассказать. Как вы помните, вчера тоже был достаточно сильный ветер и холодная погода из-за этого. И, оказывается, вчера в Темрюке снова пошёл снег. Он падал, таял, падал, таял. В Тамане у нас вообще ничего не было. Вот знаете, я очень часто слышала от местных жителей, что Таманский полуостров всегда обходят какие-то ненастья, непогода. Вот мне кажется, вот здесь, так как мы живём на стыке двух морей, и вот этот воздух, он здесь постоянно гуляют, вот эти вот порывы, которые как раз-таки и расталкивают все тучи, вот эту всю непогоду. Поэтому у нас здесь редко снег, редко дожди идут. В одном из своих недавних влогов мы показали, что заехали в магазин Светофор, чтобы купить продукты. И после этого нам написало столько зрителей, что как можно покупать вообще еду в этом магазине. Потому что там продаётся дешёвая еда для нищих. Это магазин для нищих. Что вы там обычно покупаете в этом магазине для нищих? На бытовую химию покупаем, посуду покупаем, рожки, вермишель, крупы берём, горошек, кукурузу, что там ещё наберём. Я тоже вообще-то всегда считала, что Светофор – это магазин для малообеспеченных. Но знаешь, учитывая зарплаты кубанские, мне кажется, отвариваются в них, в этих магазинах все. Может быть, в больших городах они не так популярны, потому что там пятёрочки, магниты, там всякие ленты, шаны. Почему вообще получаются дешёвые там продукты? Во-первых, они арендуют склады на окраинах населённых пунктов. Во-вторых, когда ты туда заходишь в Светофор, он не похож на обычный магазин, больше похож на склад. Стоят вот эти палеты с продуктами. Всё в коробках. Всё в коробках, ты сам ходишь, никаких продавцов нет. Они только сядут на кассах, тебя отварят и всё. То есть магазин самообслуживания. Они закупают у производителей. Производители по низкой цене им сдают, и из-за того получается, что сама по себе цена низкая. Ну, с чем можно Светофор сравнить? С Фикс Фрайсом и ещё Доброцен есть такой магазин. Я не знаю, есть ли он в Краснодарском крае. Я, по-моему, Доброцен в Крыму видела. Мы как-то ехали по Тавризе, где-то там. Ну, что бы я вообще не стала покупать в Светофоре? Ну, явно я бы не стала покупать там колбасу, сыр, вот что такое. Ну, мы рыбу берём там. Рыбу покупали. Она тоже не дешёвая. 200 с лишним рублей стоит за килограмм. Ну, почему-то вот мнения вот так разделились, что вообще не стоит покупать в Светофоре. Хотя вот как приезжаешь в Тамань, в Светофор, расскажи, что там. Там всегда очень много машин, у всех полные тележки, все что-то берут, покупают, поэтому... Хотя все говорят, ой, мы не покупаем. А кто тогда это всё покупает? С полными тележками люди выходят. Самое интересное, что как не подъедешь к Тамани, к Светофору, там стоят автомобили с крымскими номерами. Крымчане приезжают, потому что по мосту совсем близко, и закупаются, там тележки сверху вывозят. Ты приходишь, пустые полки, всё сметают. И как можно после этого говорить, что там никто ничего не покупает? Да пустые стеллажи бывают, придёшь, ничего нет абсолютно. Да, бывает. Поэтому родители там заезжают иногда в Тюмрюк, в Светофор, там побольше выбирают. Минералку покупаем. Джигинка тоже. Кстати, минералку мы там всегда закупаем в Светофоре целыми кейсами. То же самое будет в магазине на много раз дешевле. Ну вот напишите ваше мнение, стоит ли вообще покупать продукты вот в таких магазинах. Ещё я читала информацию, что Светофор изначально позиционировал себя как магазин для семей с низким достатком. Ну я вот знаю, что вот, например, пенсионеры, они как вот, заказывают такси, на несколько человек едут в Светофор, закупаются продуктами, потому что намного дешевле всё равно. Кстати, вот я говорю, я всегда удивляюсь, приходишь в магазин, там, и всегда столько народу, и все покупают, и вывозят прям целыми тележками, и бумагу туалетную, и салфетки всякие, и химии, бутылки. Ну не, ну химия, ладно, она как бы нормальная, химия, её тебе не есть. Ну да. А вот продукты, да, некоторые товары там, ну я бы поспорила насчёт качества. На ваше обсуждение вот этого темы, потому что на самом деле тема спорная, так что пишите в комментариях. Это называется «Не прошло и полчаса». Пошёл град со снегом. Это ж надо было выйти в небо и стоять под этим градом. Вот тебе и кубанская зима. Вот тебе тепло. Вот тебе солнышко. А мы сидим дома, сидим и слышим, вот что-то бьёт по навесу. Мама говорит, посмотри в окно, летит снег, бьёт град. Она такая, да не может быть, только же солнце было. Вот тебе здрасте, вот тебе пожалуйста. Ещё помнишь, мы с тобой задали вопрос, делают ли зрители наши пельмени. В общем, ты была права, многие очень делают пельмени, потому что магазины есть невозможно. А я правда, вот я до последнего верила, надеялась и думала, что сейчас уже никто ничего такого не делает, потому что это очень трудозатратно. Очень многие, кстати, написали ещё свои рецепты, с чем они делают, так что спасибо вам тоже вот за это. Очень интересный рецепт, надо будет попробовать с тыквой. Как с тыквой? Да, с тыквой, с болгарским перцем, представляешь? Ещё очень много было комментариев насчёт рыбы у дороги, мол, там браконьеры торгуют, а чё такие цены дорогие, а у них ни документов, ничего нет, зачем вообще такое покупать? Что думаешь насчёт этого? Ну вот когда мы только приехали в Краснодарский край, мы просто ещё даже ехали сюда, мы обратили внимание, что вдоль дороги, не только в нашем районе, идёт торговля разной продукции. Не наказывают за это, идёт торговля постоянно. Конечно, хотелось бы, чтобы какие-то были специализированные места, где идёт торговля, но почему-то вот в крае так принято. Торгуют у дороги. Когда опубликовали в одном из пабликов по Тимурюкскому району, что начали штрафовать за незаконную торговлю рыбой, все начали защищать этих частников, мол, ну дайте вы людям заработать деньги, вы бы лучше проверяли магазины, которые торгуют этой рыбой, она по 10 раз замороженная, перемороженная, и там тоже о качестве говорить не приходится. А тут пристали к простым людям, они всю жизнь говорят, я говорю, 20-30 лет, сколько помню, они здесь вот стоят в этом самом месте и торгуют. Да, всегда здесь идёт торговля, летом они фруктами торгуют, рыбой торгуют. Кто хочет, покупает, кто не хочет, не покупает. Мы тоже не всегда покупаем, в основном на рынке покупаем, ну а тут просто захотелось приехать сразу, приготовить свежего. Ну, как бы по факту, то, что продаётся на рынке и продаётся так, это одна и та же рыба, просто одни платят налоги, другие не платят налоги, вот и всё. А одних, так скажем, крышуют, других нет. Будем говорить так. Вот такой нам подарочек подарили на Новый год. Мы, правда, ещё не пробовали, но вот сейчас будем чай пить и попробуем. Что подарила? Ну, на работе папе, просто коллега по работе подарил. Ладно, попробуем. Дочка занимается такими вот изделиями, сама делает всё это. Похоже на свечку, честно говоря. Ну, это ёлочка, внутри свечки. Будем пробовать. Доброе утро! Доброе утро! Вот с работы приехал, маленько купил. Но сегодня немножко, обычно больше бывает, покупаю продукты домой. Ещё Ксюша у нас тут, надо побольше продуктов. Яйцо купил? Вот. А, ещё яйцо вот. Два десятка. Два десятка, да, купил. Ну, потому что мы любим омлет делать. Купил шпатель, заделывать подороже, купил хороший, чтобы уже на дольше хватит, может. Посоветовали подороже взять. Вот такой фирменный взял работать. Сколько он стоит? 135 рублей. Дешёвый стоит 35-45 рублей. Я вот такой купил. По ширине, вот как раз мне узенький такой. Он хороший такой. Посмотрим, сколько прослужит. Бабушке купил таблетки. Ну, маме хотят, не бабушке. Ну, Ксюшиной бабушке. Маме своей. Так, дальше. Баранки. Фирменные. Фирменные, да. Фирменные баранки. Магнит называется. Курочку купил. Сделать духовочки. Крымская. Ого. Мы такую покупали уже. Ну, ничего так. Нормальная курочка. Нам понравилась. Так, далее. Чё, малыша? Тоже встречаешь, да? Разбираешь что-нибудь. Так. Дальше купил хлебушек. Бородинский. Вот такую булочку. Маленькую. Батон купил. Сделать гренки. Для супа горохового. С супом, вернее. С гороховым. Поесть. Манку купил. Кашку варить. Ну, или манник. Манник делать. Манник, да. Я ещё вот манку купил. Далее. Молоко купил. Агрокомплекс. Агрокомплекс, да. Так. Ну, и раз Ирина будет у нас курочку в духовке делать, ещё купил грибочки. Ооо. Чтобы добавить туда, пожарить их. Чем-то нянчик. С курочкой, да. С курочкой. О, она выбирала. Маленько так. Но сегодня, что-то как-то ты мало всего купил. Ты обычно, если пойдёшь в магазин, тебя нельзя отпускать. Ты готов всё скупить. Не, ну я покупаю сразу побольше, чтобы уже раз ездил, на следующий день опять поехал. И так каждый день. Шутка. Раз купил побольше, уже чтоб на дольше хватило. Вот. Вот такие продукты. Ознакамливайтесь. День начался с обзора покупок. Ветер просто очень сильно начал дуть. Пришло уведомление от МЧС. Кошка домой держит. Смешно. Пришло уведомление от МЧС, что будет шквалистый ветер. Ожидаются ливни, грозы, мокрый снег, налипание снега и усиление ветра до 20 метров в секунду. Почти 30 метров в секунду ветер. Нам и вот это вот хватает ветра, который 10-15 метров. Тут всё сносит. Мы сейчас сидим. Всё там болтыхается на улице. Смотрим на деревья. Думаем, бедные. Как вы там стоите вообще? Вас тут не вырвет корнем вот этим вот ураганным ветром. И так по всему краю. Конечно, где-то сильнее ветер, где-то нет. Но можно сказать, что просто ураган идёт настоящий. Это уже несколько дней держится такая ветреная ураганная погода. Что остаётся? Остаётся только сидеть дома, делать какие-то домашние дела. Вот так дома находишься, всё шатается, всё гудит на улице. Даже как-то страшно. Потому что ветер такой сильный. Он как-то порывами. То есть, то нет. Мама сказала обойти дом, посмотреть на участки, не остались ли где-нибудь вёдра. Будем готовиться к штормовому предупреждению. Если вдруг будет ураганный ветер, чтобы мы были к нему готовы, чтобы у нас ничего тут не летало по огороду. Всё нужно осмотреть. Мало ли что где лежит. Когда уже МЧС присылает сообщение о том, что будет ураган, то здесь уже, знаете ли, вообще не до шуток. Нужно быть к этому готовым. А мы знаем, где мы живём. Поэтому ветер будет. И будет он вот, получается, с сегодняшнего вечера по завтрашний. Ещё, возможно, что 19-го числа. Так что, ладно. Пойду я дальше всё осматривать. Малышик мне помогает. Бегает рядом. Потому что мало ли что там. Это что будет летать просто в воздухе. А, малыши, всё там нормально. Ничего нету, да? Ничего не забыли вроде, да, с тобой? Ну, пойдём в дом. Пойдём. Уже вроде проверили. Сейчас мужа проважала на работу. С малышкой вместе с нашей. Вот с малышкой. И что вы думаете? Она у нас вместо кошки. Она такие вот подкопы делает постоянно. Почему? Потому что мышки подбегают, прячутся, она чует. И что вы думаете? Мы открыли. Кружочек этот отодвинули. И малышка сразу поймала двух мышек. Вот прям сразу. Раз мышка. Два мышка. Она и сразу. Моментально. Вот видите, какая у нас малышка. Место кошкина у нас. Кошка у нас ленивая. Ничего не хочет делать. А вот малышка она у нас вообще. Я говорю, такая девочка хорошая. Ещё бы такую подружку, ей веселей было бы. Но пока не можем найти. Малыша. Она тут всё бегает постоянно. Всё проверяет у нас. Потому что с полей мышки забегают. И она вот тут у нас постоянно их ловит. Постоянно. Раз придём, опять мышка лежит. Такое ветрище у нас сильное. Ой, какой ветер. Вот сейчас уже вечер. Вдали. Очень много огней. И это знаете, что такое? Это дорога на Крымский мост. Она так освещается. Очень так всё хорошо видно. Мы раньше думали, ну что это такое всё-таки, да? Недалеко так. А это оказывается дорога на Крымский мост. Там очень хорошо освещено всё. Нам бы такое освещение. Но это только там, в том месте. Как говорится, дорога на Крым, которая идёт. О, ещё одну мышку поймала. Вот так. Сейчас ещё одну поймала мышку, видимо. Малыш, она убежала, да? Ну, сейчас они бегут все с полей в дом. Прячутся везде. И она ловит их. Вот малышка. Ксюша. Ой, Гарри, Ксюша. Моя мышка была. Она около меня пробежала. Всё, малыша. Всё. Как я боялась эту мышку. Ой, ой, ой. Да, они все в дом лезут. Особенно, когда начинается вот холодно всё. Наша малыша здесь целыми днями бегает. Всё, малыш, она убежала. Малышечек, она убежала. Всё. Вот так. В своём доме не соскучишься. Всегда какая-то живность. То змеи, то мыши, то скалопедры, то жуки всякие ползают. Ну, вот такая погода. Ну, ладно, друзья. Пойду домой. Уже холодно. Стоять долго не могу. Да и ветер такой страшный. Вот такой прям... Ну, видите? Во. Всё ходуном ходит. Вам, конечно, может и не видно, но я вот вам покажу. Так вот, послушайте, что такой звук. А, кстати, ещё дождик идёт. Я же почему стою же под навесом? А так был дождик. Мелкий, правда, но был дождик. Вот ещё одна мышка. Это за сегодняшний вечер. Уже три мышки она поймала. Они все домой побежали. Холодно. Ой, ой, я не могу такое. Это только муж уберёт. Я не смогу её убрать. Ну, только если, конечно, сдать лопатой, может быть, уберу лопатой. Придётся сейчас убрать её.